Добрый день. Мне раф с соленой карамелью и щепотка корицы, пожалуйста. Два черных кофе, будь здоровой. Всегда выгодные предложения на приветмир.ру Привычно безналично. Привет, ребят. Короче, я ужасно не выспалась. Я просто все... Я не знаю, как я накрасилась, что-то такое. Причем пока из дома выходить не надо, у нас сегодня есть дела. Сейчас вообще полвторого дня. В чем прикол? Я планировала встать сегодня в 11. В 11.30, что ли? Короче, на 11.00 и на 11.30 стоял будильник. Легла я безумно поздно. Просто, ну, как, в принципе, и каждый день. Потому что я каждый день смотрю сериал до самого позднего. И вчера еще я убиралась всю ночь. И еще книгу начала читать, которая мне очень стала интересной. Ну, короче, все это вперемешку. Я легла, не знаю, ну, в 5 с чем-то утра. Ну, короче, это реально ужас. И понятное дело, что, ну, мне нужно сколько-то часов, там, чтобы нормально выспаться. Там, ну, не знаю, в 7 хотя бы. Я уж не знаю. Ну, короче, это трэш. В общем, с 9 утра. У меня даже рот такой ватный. Потому что я настолько хочу спать. Я сейчас прям хочу лечь. И все. Ну, я понимаю, что... Ну, все уже. Нельзя. Назад, нет, дороги. Короче, с 9 утра мне начинают звонить курьеры. В 9 утра я даже не слышала, чтобы мне звонили. В итоге в 10.30 я услышала звонок. Думаю, ты че за нахуй вообще? В итоге я взяла трубку, конечно. Все, туда-сюда по поводу доставки. Как раз где-то через минут 40 должны им привезти. И все как бы понятненько. Ладно. Можно лечь спать. В чем проблема? Ну, у меня будильник стоял на 11 и на 11.40. Я думаю, типа, ну, блин. Сейчас 10.30. Это че у меня останется? Там даже не час. Когда же там больше было? Ну, короче, у меня оставалось меньше спать. Я думаю, ну, и че это такое? Я думаю, ладно. Ну, не судьба мне встать, значит, в 11.30. Поставлю будильник на 12. Или на 12.30, что ли. Ну, короче, я так переносила-переносила. И я перенесла будильник сначала на 12, по-моему. Или на 11.40, что ли. Короче, я не помню, что-то я там перенесла. Ну, чтобы хотя бы часик поспать. Весь этот час я не могла уснуть. Ворочалась, крутилась. У меня болели руки. Сегодня, кстати, я пойду к неврологу вечером. Вчера записалась, потому что у меня какая-то херня с руками. Я не знаю. У меня есть ощущение, что это из-за того, что я несколько дней лежала. Я смотрела сериал просто, как я не знаю кто. Но болят они так, как будто бы я в зале отпахала. Мышцы прям как будто болят. Короче, когда я активно себя веду, что-то делаю. Там весь день убираюсь. Вчера вечером у меня вообще руки не болели, потому что я сток активности сделала. Потом за ночь они опять начинали болеть. И я не знаю, как будто бы мне что-то зажало, пережало. Я не знаю. В общем, схожу к неврологу, посмотрим, что он скажет. Может быть, какие-то массажи назначат. Я давно об этом мечтаю, все никак не соберусь. Видимо, мне нужен какой-то предлог. Но боль в руках хороший предлог. Ну, короче. У меня болели руки. То есть они так болят, что я лежу, и мне вот так вот руку больно бывает поднять. То есть в каком-то определенном положении не больно, а вот, например, в таком больно. И мне, чтобы перевернуться, мне прям... Короче, ужас. Не знаю, может, каких-то витаминов не хватает. Ну, короче, либо я старая просто уже, потому что у меня через месяц 25, и я такая, все, уже руки болят, колено болит. В итоге я не могла уснуть долго, потом вива мне мешала, потому что на своей жопе лежала на подушке, мне на голову практически. Я не могла. То я так лягу, ее жопа прямо у меня в лицо упирается, то я так лягу, она перейдет опять. Мне что-то неудобно, короче, ужас. Потом мне начали приходить смс-ки. Я боялась выключить звук на телефоне, потому что думала, что если я... Ну, я боялась выключать какие-то там оповещения, звук, там, еще что-то, потому что я думала, что если я что-то там выключу, не то, то я не услышу будильник и так далее, и так далее. Не то, чтобы прямо у меня сегодня какая-то деловая встреча ко времени, но в любом случае хотелось бы по светлу все это сделать. Сейчас я сделаю сырники, я заказала сгущенку, потому что у нас, по-моему, нету... Ну, есть, по-моему, там мало совсем осталось. Ну, короче, заказала сгущенку, хлебушек, так, по мелочи, ничего такого. Состояние просто ужасное, мне еще холодно из-за того, что я не выспалась, что я же кофту надела. Волосы я, по-моему, даже не расчесывала. Как я проснулась, умывалась, я только красилась. Короче, вчера я прям молодец. Я вчера убиралась дома, и просто суть в том, что я несколько дней реально, я не знаю сколько, лежала, вообще ничего не делала, даже ничего не готовила. И вчера я думаю, ну все, хватит это терпеть. И в итоге я и убралась, и готовила, и виву купала, и сама скупалась, посушилась. Я вчера в сторис наконец-то вышла, потому что я так редко, бывает, выхожу в социальные сети. Мне кажется, чаще всего я только на ютубе бываю в последнее время. То есть мне неохота даже в телеграмм ничего писать. Но, во-первых, не знаю, ничего такого не происходит. Не могу я придумать какой-то инфоповод, чтобы, не знаю, какую-то идею, чтобы об этом разговаривать. И я, поэтому, мне кажется, нужно мне какую-нибудь рубрику, что-нибудь такое поснимать. Кукинг. Еще вчера порезалась. Жесть. Не знаю, видно вам, нет? Нет. Еще нужно перед тем, как нам выходить из дома, туда, куда мы поедем, а конкретно мы поедем в одно местечко снимать рекламу. Мне нужно подобрать одежду с вырезом, что-то однотонное. Я не знаю. С вещами проблема, точнее, у меня их много, очень много, но мне нужно просто разобрать свой гардероб, разложить все как-то по полочкам. То, что мне нравится, то, что я буду носить, то, что, не знаю, по сезону, не по сезону. Потому что у меня в основном на полке сейчас лежат какие-то, знаете, топы, кофточки, маечки, которые под кофту можно удобно надеть. И если в случае прям будет очень жарко, то можно снять. Ну, то есть такие. Потому что я в основном хожу в спортивных костюмах сейчас. Я не хожу на какие-то мероприятия, на какие-то деловые встречи, чтобы, знаете, там какие-то джейнсы, кожаные штаны надевать, там с ботинками. Я хожу вот так, как мне удобно, комфортно. Спортивный костюмчик теплый и нуики, такие валенки большие, теплые. Ну, короче, чтобы по кайфу было, просто чисто для своего уюта. Вот. И из-за того, что я хожу постоянно в спортивных костюмах, следовательно, что мне надо? Мне, у меня вот уже штаны и кофта, комплект, все. Ничего не надо, даже не запариваешься. Мне надо немножко запариться. Ну, сейчас, по крайней мере, будет, потому что мне нужно какой-то лук собрать. Не то, чтобы прям надо лук собрать, но, понятно, я сейчас, наверное, кожаные штанишки надену. И верх мне надо какой-то подобрать такой. Так что будем готовить сверники. Алло. Милу, у вас шальмонелла. Так, сейчас. Так, открываю. Открылся? Ага. Короче, теперь мне хочется мыть яйца. Но я знаю, что это, вроде как, не сильно должно помочь, потому что обычное мыло не убьет, там, какую-то сальмонеллу, еще что-то. Но, в любом случае, хоть что-то, но я сделаю. Мне так легче, спокойней. На самом деле, по поводу сальмонеллы, мне вообще не дают ничего. Нормально не сделать. Не поспать, не поснимать. Самое интересное, что курьер привез не то, что я думала. Это получается, что сегодня вечером ко мне другой курьер должен приехать. Короче, еще такая ситуация странная. Когда мне утром звонили по поводу курьера, сказали, типа, можно привезти доставку, ну, насколько удобно. Я говорю, ну, насколько можно? Так что какой-то у них диапазон времени есть. Ну, короче, какая-то такая фигня, типа, в духе днем, вечером и прям совсем поздним вечером, типа, с 8 до 11. Я говорю, давайте с 8 до 11. Ну, и, собственно говоря, на что мне говорят? Хорошо. В итоге курьер почему-то приехал сейчас в 13.45. Но теперь мне кажется, что, наверное, ко мне вечером еще курьер приедет. Я уже подумала, что все, наверное. Так, раз, два, три, четыре, пять. А ну и все, пять сахаров. Ну, кто-то может поменьше положить, конечно, на сырники. Я обычно беру вот такой творог. Мне нравится. Ну, можно и другой какой-то, но обычно берем 9%. Можно еще пять, ну, вот как мне мама говорила. Ну, я всегда 9 беру, не знаю. Так, сейчас придет еще курьер, который принесет еду. Потому что это была доставка рекламного продукта. Потом мне вечером еще придет рекламный продукт. В общем, да. Настроение, конечно, от этого хорошее. Потому что пока я сплю, бывает несколько проектов подтверждается всего лишь на этот месяц, который уже заканчивается. И я такая, типа, че? Я уже прям вся в мечтах в ремонте в новой квартире. Думаю, как здорово. Че он мне не звонит? Странный такой. Меня так напрягает, когда вот они приезжают к курьере, да? А потом стой и жди, чтобы его выпустить. Потому что у меня бывает такое, что курьер приехал, что-то привез. Я вся в этом то, что привезли. И в итоге забываю, что мне надо его еще выпустить. Телефон у меня на беззвучном. Еще какая-то фигня. И курьер-то мне уже 10 раз позвонил. И я такая, ну, короче, такая тупая ситуация, в которой, конечно же, я виновата. Но поэтому я периодически, ну, в основном всегда, когда курьер что-то привозит, которому я открываю шлагбаум во двор, я слежу за телефоном. Ставлю его со звуком, чтобы обязательно ничего не пропустить. Вот, но больше всего меня бесит, когда в итоге они не звонят. Я сижу полчаса, жду, 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 жду. А они либо стоят во дворе, занимаются там своими какими-то делами, либо просто смогли выехать. И я переживаю, думаю, вдруг он сейчас видит, а я от телефона отлучилась. Ну, короче, такая тоже тупая фигня висящая. Какой-то странный творог в этот раз. Вообще, какой-то весь, не знаю, даже не знаю, что принял сказать, такого плохого. Какая-то хрень с ним странная творится. Не хочет вообще кататься, не хочет держать форму. Очень подозрительно. Но он точно не тухлый. Ну, он свежий. Сделаем из него хотлет. Называется. Это мне... Ну, короче, что я парюсь вообще? Что за нахуй? Зачем мне все, чтобы было красиво? Ну, не дано сегодня, чтобы все было красиво. Субтитры сделал DimaTorzok. Мы уже едем. И, кстати, что хотела сказать, что я до сих пор ничего не сделала с бровями. Я думаю, что я, наверное, даже до Нового года ничего и не успею сделать. Хотя я посмотрела, это вообще, по-моему, час занимает. Но, опять же-таки, смотря где. По моей памяти, когда я ходила на брови, мне аж 3 часа, по-моему, что-то делали. Я не помню, что мне там делали 3 часа, но это было долго. Но было красиво. Ну, вроде бы. Снега, кстати, особо нет. Хотя недавно он такой вообще выпал. Такой был снегопад. Просто лютый. Мы, кстати, со Славой, когда были на даче у его бабушки, дедушки, отмечали день рождения бабушки, мы потом ночью поехали к себе на дачу, потому что у меня вообще ужасная аллергия была на кошек. Ну, да ладно, пофиг. А лекарств у меня с собой не было. Ну, короче, мы поехали, и мы попали в невероятную просто лютую метель, пургу. Мне было даже страшно, если честно, потому что вообще не видно было разметки. Хотя мы ехали уже поздно, машин практически на улице не было. Но из-за того, что мы были за городом, и мы ехали дорогами, где в каких-то местах нет вообще фонарей, ну, никакого освещения. И, короче, было страшно. Вот, поэтому что-то мне прям вообще не понравилось ночью ехать в зиму. Хотя погода была нормальная, когда мы выезжали, вообще не было снегопада никакого. А буквально там минут через 20, пока мы ехали, начался какой-то лютый трэш. И я помню, что когда мы приехали домой, я прям, не знаю, очень была рада, что мы живы, целы, потому что было реально страшно. Хотя нормально все было, нормально ехали, но все равно, когда ты плохо видишь, что у тебя впереди, и еще может занести, и все, столько снега выпало, что, конечно, все равно волнительно. Вот, видите, какой снег? Ну, типа, что-то есть. Ну, мне кажется, вчера практически все вообще растаяло, что выпадало. А может, и не вчера даже, а еще раньше. Так что, в принципе, не так уж и много снега. Но я думаю, это нормально. Он так и будет сейчас выпадать, таять, а потом уже нормально так должно выпасть. Пока ничего особенного такого украшенного в городе я не вижу, не знаю, посмотрим сейчас, может, улицы, на которой мы приедем. Может быть, там что-то. Да все равно вряд ли, наверное, украшено. Не знаю, вот эти дома какие-то украшают обычно перед Новым годом. Я не помню. Это надо ехать куда-то, типа, на Красную площадь и там смотреть. Но там они точно готовились уже к тому, чтобы украшать все еще, даже когда вот мы с мамой гуляли. Мне кажется, ничего не украшено пока. Если честно, я не знаю, будут как-то сильно украшать, потому что я видела всякие новости о том, что некоторые города там не хотят вообще никаких праздников украшать, тратить на это деньги. Ну, потому что есть куда потратить деньги, да. В принципе, не знаю. В Москве я так и не поняла, что будет, не будет. Мне кажется, там одни салюты только, которые на Новый год пускают, стоят, как я не знаю, что даже предположить сложно. А что касательно нас, будем ли мы ставить елки какие-то? Мне сейчас так впадло. Вот реально, я, наверное, переросла этот момент, когда я хочу что-то украшать. Мне вообще настолько неохота этим заниматься. Мне нравится, как выглядит, например, настоящая елка, натуральная. Но мне очень сильно не нравится, сколько с нее всего падает. В том году мы вообще елку не ставили. Вообще. Потому что, во-первых, мы даже в Москве Новый год не отмечали, но дело даже не в этом. Просто не хотелось вот этих вот заморочек каких-то. Мне вообще неохота ничего нигде наряжать, потому что я в это уже не то, что не верю. Ну, типа, знаете, как в Деда Мороза. А просто мне это не нужно для того, чтобы почувствовать там праздник. Мне не нужно, чтобы у меня дома стояла огромная елка, с которой сыпется всякое говно. Потом это все собирать, разбирать, мусор выкидывать, колоться об эти иголки. Но, типа, смотреть на эту елку, и которая еще будет закрывать мне проход на балкон наверняка. Ну, короче, такое. То есть мне это как бы не надо. Но когда появятся дети и смогут это как-то осознать, это я не знаю, сколько им лет должно быть, да, чтобы они говорят, о, елка, Новый год, праздник. Мы что-то понимаем уже в этой жизни. Ну, короче, мне кажется, прикольно это делать для детей и всякие штучки. Мы никогда ничего не делаем, ни на какой хэллоуин. Ну, типа, вообще нас это не касается. Но мне кажется, когда есть дети, ну, есть, не знаю, какой-то повод что-то прикольное придумать, какие-то маски нарядиться, похихикать. Не знаю, как-то, например, я в детстве брата пугала ужасно просто всякими страшными масками, которые, кстати, мне дедушка покупал. Он не знал, для чего не мне. А этими масками я пугала своего брата, на тот момент младшего, Гошу. И мама сильно на это ругалась. Я помню, что она забирала мне эти маски, прятала их на холодильник куда-то. Вот, а дедушка мне покупал новые, потому что он не знал, зачем они мне. Ну, короче, трэш. Такая вообще, конечно, сеструха. Вот, мы уже прям в самом-самом центре. Едем по делам, по работе. Я, на самом деле, даже рада, что пришлось поехать в центр по какому-то делу, потому что так, ну, даже просто тупо погулять вообще неохота ехать в центр. Хотя в центре красиво, но, во-первых, холодно. Какого-то новогоднего настроения пока нет. Все-таки снега даже нет. Скорее, просто больше всякой слякоти и грязи. Ну, такой себе, сами видите. Я бы, знаете, куда хотела? В европейский. Я бы хотела в торговый центр походить по магазинам. Вообще, посмотреть, какие есть магазины. Потому что я немножко соскучилась по тому, чтобы походить по магазинам. Даже не знаю. Мне кажется, что это, как, знаете, пример вот этот с ложкой, с вилкой. У тебя забирают ложку, и тебе хочется именно ложкой есть. Или там вилку, неважно. И то же самое, что сейчас. Мне вообще было пофиг на все эти походы по торговым центрам, магазины какие-то. Но как только большинство каких-то магазинов, по которым раньше я сама ходила, от нас ушли, закрылись. Мне сразу захотелось по магазинам. Ну, короче. Никогда не думала, что меня так затянет игра. Играю каждый раз, когда есть свободная минутка. Игра называется Three Tiles. Идеально для тренировки памяти и отдыха. Очень расслабляет, потому что сосредотачиваешься на игре и больше ни о чем не думаешь. Это наподобие игры Маджонг, только с забавным и стильным дизайном, приятными цветами и кучей разнообразных тем. Путешествия, мода, города, мира. Проверьте, сколько лет вашему мозгу и напишите цифру в комментариях. Ссылку на игру оставлю под видео. Кстати, прочитала новость, что до конца месяца, по-моему, или до конца года уже во всех городах России должна работать доставка. Вкусные точки. Сначала я фанатеяла по чизбургеру, который во вкусные точки был. Он был другой, реально как-то больше мне нравился. Хотя по размеру он был меньше. Я точно четко это ощущала. Но мне кажется, я его переела. И сейчас я чисто наггетсы, картошка. И прям вообще кайф. Хотя я не могу сказать, что мы прям часто кушаем во вкусные точка. Наверное, мы чаще кушаем во вкусные точки, когда мы на даче живем. Потому что мы там пока поедем с продуктами куда-то в город, еще что-то. Мимо вкусные точки проедем. И такие, ну давай заедем. А в Москве мы как-то реже как будто бы проезжаем. Сегодня у меня еще и врач-невролог. Меня это жутко бесит. Конечно, у меня сейчас не особо что-то болит. Но все равно болеть будет. Поэтому надо сходить. Итак, ребят, все. Мы закончили снимать то, что надо было. Здесь вот ходили в шоу-рум с украшениями. Очень много красивых украшений. Я прям даже обалдела. Я думаю постоянно, господи, ну почему же я все это не ношу? Почему же я все это никак не скомпоную? Вот сегодня как раз смотрела. И прям очень многое приглянулось. Мы с моим любимым мюжем решили прогуляться по центру. Вот. Давай дойдем в этот магазинчик. Не хочешь? Давай я на кофе схожу, а ты можешь идти в этот магазин. Вон тут. Ладно. Я просто увидела какой-то классный магазинчик новогодний. Но что там? Там какие-то подарки. Что-то не знаю, куда я забрела. Здесь какой-то одеколон Наташа. И одеколон Паша. Не знаю, куда я зашла. Короче, забрела я куда-то не туда. Я думала, что это магазин с какими-то новогодними там финтифлюшками. А в итоге там какой-то одеколон Наташи, Паши что-то, короче, какая-то. Хотя не знаю, может быть зря я так говорю. Может это какой-то популярный одеколон. Мы зашли за кофе. Но я кофе не буду. Вот так. В итоге мы теперь гуляем. Как вы знаете, я давно уже как не курю. И дело всё в том, что я и кофе теперь не хочу. Потому что, как оказалось, мне это вкусненько было вместе. А по отдельности, как будто бы это не так уж и мне сильно и надо. И я уже не знаю, сколько я вообще никакой кофе не пила, капучино и так далее. Мало того, у меня как будто так всё надоедает в последнее время. Какая-то я такая раздражённая. Я обожала зелёный чай. Я его сейчас что-то вообще не перевариваю. Чёрный пив. Представляете, что за хрень? А я обожала зелёный. Дёна. Короче, мы гуляем по центру. Смотрим, что тут. О, ну красиво, смотри, как наряжено. Слава говорит, это самый дорогой переулок. Ну я вижу, да, там вот эти вот магазинчики все. О, вокруг света этот ресторан. Да. О, там вкусная точка. Всем привет. Салитачка стоит в окне. Да, круто. Как они её сюда загнали. Ну здесь уже так украшено, я не знаю сколько. Это не то, что что-то новенькое. Но всё равно прикольно. Интересно, как же они это украшают? Представляешь, какой геморрой. Целая улица вся украшена этими штуками. Сколько часов и сколько людей должны всё это вешать, чтобы мы вот так вот ходили, смотрели. Нет, красиво, конечно. Реально красиво. Идёшь, глаз радуется. Единственное, что омрачает моё отличное настроение, это то, что надо ещё идти к врачу. Это значит, что надо спешить на район, ехать, ещё что-то. Но зато, может, у меня перестанут руки болеть. Я сплю, мне кажется, как я не знаю, какая, как каменная какая-то. У меня тело просто окаменело. Из-за того, что я сериалы постоянно лежу, смотрю. Мне кажется, что я вообще не переворачиваюсь, потому что когда я просыпаюсь, я просыпаюсь во всяких, знаете, полосках от одеяла, там, подушки, вот эти вот. Я смирюсь с этим невкусным кофе. Ты заказал кофе, он невкусный? Да что-то в последнее время везде кофе говно. Да, я знаю, где хорошо. Поэтому я и не... Вот здесь. Где? Вот серф-кофе. Да ты достал, Зая, хватит кофе пить, серф. Да я и не попил там. Да и ничего страшного, значит, не надо тебе кофе пить. Предлагаю мне кокошник взять. Какой-то из этих. Выглядит супер, если честно. Да, и чтобы мы повторили сон-фотку из детства. А, точно, точно. Тогда вот ту белую надо справа убрать. Это будет так мило. А моя мечта теперь вон тот гусь. Видишь, наверху сидит? Такой классный, реально. Очень нравится. Какие тут сувенирщики. Здорово. Может купить что-нибудь братишкам? Какую-нибудь ерундушку прикольную. Зая, не торопи меня. Ты хотел кофе? Мы взяли тебе кофе. Дай мне посмотреть на этих пони. Что это? Из какого это мультфильма? Я не знаю, так люблю такие штучки. Почему мы только за границей обычно ходим по таким магазинам? И нам все так нравится, так интересно. У нас у Самихон сколько всяких классных. Гляньте, с ума сойти. Смотри, какая нам такую икону домой надо. С ума сойти. Шикарно, конечно. Фигурки всякие. С этими. Типа смола или что это за камушек? Нифига, это что? Одна фигурка стоит 4190 рублей. Может быть, это комплект стоит, но я знаю, что фигурки такие дороже стоят. Ну, посмотри, как они прорисованы. Есть некоторые ручные сделанные, поэтому они дорогие. Да, круто. У меня на лейбле у гильдиры, короче, куча таких грушек, поэтому тащится, собирает. А, вот без стекла даже, глянь. Ну, выглядит здорово, конечно. Представляете, что только что мне в руки предлагали какого-то ручного голубя. Он, конечно, не похож на обычного. Такой весь красивенький, беленький. Хвостик у него такой пушистый. Но я такая думаю. Интересно. Она просто рассказывает, что. Ну, я думаю, она не просто что-то рассказывает, наверное, какую-то выдержку откуда. Выдержку. Выдержку из какого-то, не знаю, или как называется, из какого-то рассказывать, что-то берет. Рассказывать. Каждый, кто что умеет, стихом зарабатывает. Слушай, ну, о чем музыкантам можно здесь стоять, петь песенки? А, например, тем, кто хочет стихи рассказывать, да, поемы, нельзя? Можно. Вот. Чуть прошли, и уже тут музыканты. Здорово. Зачем мне это вообще заграница? У меня тут все. То же самое. И сувениры. Вот, опять сувениры. И украшенный город. Еще все меня понимают. Все на моем языке. Никто меня ненавидит. Благодать. Посмотрите, у мальчика на голове голубь. Ой. Ё-моё. Какое счастье. Не, я подумала, ну нафиг у этих голубей, наверное, куча всяких болячек, инфекций. Что-то не хочется мне такого веселья. Может, они, конечно, и замечательные, чистые домашние питомцы. Ну, там Сталин ходит. А, мы его видели. Там что, служба или нет? Да, наверное. Ой, мы ж тут с мамой недавно были. О, заодно сейчас посмотрим, что там за красота. Уже, посмотри, построили каток. Блин, у меня буквально предыдущий влог был отсюда. Ну, да что такое? Я как будто здесь живу. На самом деле, с того момента прошло, наверное, ну, неделя точно, ладно. Там ярмарка должна быть. Да. Ну, в том году каком-то, в позапрошлом, может, да. Такой чистый я патреон. Каждый день. Каждый влог на Красной площади. На самом деле, это вышло случайно, что я здесь так часто. Мы сюда приехали по делам, но так вышло, что наши дела находятся прямо рядом с Красной площадью. Нет, это вообще тебя муж сюда заставил прийти? Меня муж постоянно заставляет любить свою страну. Что за человек такой, а? Ну, будем идти к машине, но по пути зайдем, конечно, во вкусные точки. Так, ребята, что рассказываю? Мы успели приехать домой. Прошло какое-то время. Немножко прижала в теплом классном одеяльце, поработала. И потом мы поехали к врачу недалеко от нашего дома. И это был самый бесполезный по ходу к врачу в моей жизни. Где, блин, 2400, я сходила к неврологу и назначила мне, знаете что, пойти к ревматологу. Работ, руки болят. Если я активно день провожу, то руки не болят. Если я ничего не делаю, лежу, сериал смотрю, например, да, то руки болят. Что такое? Говорю, руки болят так, как будто бы они после спортзала и мышцы, ну, тяжелые такие прям, болят, короче, мышцы как будто. И он такой пым-пым-пым, так-так-так. Ну, вставайте. Вытяните руки, закройте глаза, докоснитесь до своего носа. Потом, значит, тыкал в меня зубочисткой, говорит, тут больно, тут больно. Потом бил меня молотком, тут больно, тут больно. Мне было жутко впадло, просто я думала даже отменить запись к врачу. Но я была так впадло идти к врачу. Вот прям, знаете, я как генератор прям чувствовала, что ну нафиг. Но я думала, что ладно, запишусь на завтра. Просто меня эта тема волнует уже дней 10, наверное, то, что у меня боли какие-то странные в руках. Я не знаю почему. Может, реально мне надо просто как-то более активно жить. Я думаю, ну ладно, надо все-таки сходить, ну не дело как-то за здоровьем следить, надо все же. Пойду ли я к ревматологу, не знаю, мне не хочется. Он сказал, чтобы я сходила к ревматологу, потом после ревматолога я к нему зашла, типа без оплаты, ничего такого. Просто зайду и как бы покажу, что-то как. Мы только что поужинали, Слава все убрал. Мы кушали эти котлеты, вчера я жарила с рисочком. И огурчики ели, а Слава помидоры, которые его бабушка сделала, а я огурцы в магазине. Хотя у меня и бабушка, и мама, все, короче, делают огурцы. Но, по-моему, у нас они все на даче остались в подбале. Поэтому надо будет обязательно их потом забрать оттуда. Хотела вам показать цветок, который реанимировался. Выглядит очень даже презентабельно. Единственное, что я помню, но это было очень давно, у него еще были цветочки белые. Но их я уже давно не видела. Вот, а еще, когда он у меня прям болел, ему было плохо, я придумала вот такую конструкцию. Воткнула, значит, такую вешалку и обмотала шнурком. Причем я, по-моему, рассказывала, что эти шнурки были маленькие. Я взяла зажигалку, сожгла, склеила. Ну, в общем, прям такой этот мастер на все руки. Найду выход из любой ситуации. Вот, так что привела его в чувства. Теперь он выглядит хорошо. Может, когда-нибудь он даже меня порадует своими цветочками. Еще в последнее время постоянно хочу есть хлопья. Что-то прям давно так не ела. И как-то так классно мне зашло. Уже, я не знаю, сколько, неделю, наверное. Ну, не каждый день, конечно, но иногда прям прикольно. Вот, и сейчас вот такие ничего. Есть еще любят его тоже, медовые такие хлопушки. Но вот эти тоже хорошие, тоже вкусные. Я увидела какую-то картинку у кого-то с этим, космостарцем. Но в магазине нигде не нашла. Хотя даже если сейчас мы забьем, в интернете найти можно. Даже вот, ну, доставка в магазинах. Но из таких вот, которые часто я заказываю, там нет. И я подумала, ну и хрен с ними, ладно. Так что хлопушки теперь люблю. Я жутко устала. Но вы знаете, я рассказала, что я сегодня не выспалась. Состояние просто отстой. Ой, видите, какая у нас тут уютная атмосфера. Покажу вам вивочек. Вы давно ее не видели, наверное, да? Вот такая вот пирожочка. Желочка. Ну, радость моя. Видите, какой хороший пенинчик. И животики мои. Классная. Тоже котлетку кушала маме, да? Вся моя котлетка. Такой хороший пёсель. Обожаю тебя. В общем, сейчас я пойду смою макияж. Какой у меня дурацкий лук. Длинные носки. Гольф или как это называется. Футболка и халат сверху. Я прям какая-то, даже не знаю, как себя назвать. Странная какая-то девка. А еще мне нужна новая пижама. Классная. Потому что у меня все пижамы, в принципе, практически остались на даче. И они все старенькие такие. Уже давно ничего не обновляла. Поэтому не знаю. Наверное, посижу, поищу что-нибудь в запрещенках. На запрещенках. Если не найду, то потом уже в каком-нибудь магазине посмотрю. Такие вот дела. Такой вот план. Вот. Так что пойду смывать макияж. Домонтирую этот влог. И буду лежать смотреть великолепный век. Я уже на третьем сезоне 22 серии. И это просто, ребята, трэш. У меня сейчас там такие события разворачивались, что я просто до сих пор реально в шоке. Вот вчера я посмотрела. И я знала. Мне проспойлерила бабушка Слава, что там будет. Потому что она уже смотрела. Ну, много кто смотрел, конечно. И всем так и хочется проспойлерить, что там будет. Потому что сериал старый. Но я максимально защищалась от спойлеров. А бабушка Слава взяла и просто, как, знаете, с плеча. Или как это называется? Ну, как это называется? Ну, короче, взяла и просто спойлернула очень жестко. И я чуть с ума не зашла. Поэтому я знала, что это будет. И я все ждала. Ну, когда же это будет? Ну, когда же это будет? А из-за чего же это будет? А что же это такое? Вот. Я даже не знаю, говорить вам или нет. Но, наверное, скажу. Я просто не буду говорить, что. В общем, это касается Ибрагима Паши. Вот. Потом еще кто-то спрашивал, кого я люблю, кого я не люблю. Я на стороне Хюрем, разумеется. Полностью. Хотя она, конечно, тоже в каких-то моментах так себе. Но я это все забываю. Потому что все равно я на ее стороне. Я не на стороне Махиды Вран. Хотя ее тоже понять можно. И, конечно, ее жалко. Хотя Джессу Лутан ненавижу просто. Раньше я думала, какая же она хорошая. Как я хочу, чтобы у нее все было хорошо. Вот в начале. Сейчас я просто ее ненавижу. Реально. Я думаю, да пошла ты нафиг. Да какая ты крыса. Хотя у меня так постоянно, знаете, у меня эмоции скачут просто от ненависти до любви. Вот, как говорится, один шаг. И я то думаю про этого Ибрагима. Думаю, блин, ну жалко его, конечно. Но все равно хочется, чтобы он был счастлив. Потом думаю, да чтоб тебе. Там не знаю, что с тобой было. Ну, короче. У меня так постоянную серию-серию. Разные эмоции. Ну, короче, ужас. Так что мы с Вивой смотрим «Великолепный век». Я уже почитала. Там у нас дальше есть продолжение «Великолепный век. Империя Косем». Ну, не знаю, правильно произношу, нет. Ну, короче. И оказывается, что все вот эти события, ну, то, что я прочитала в интернетах, что они все развиваются спустя, там, что-то сто лет. После тех времен, которые вот мы смотрим, где Хюрем и Султан Сулейман. Так что очень любопытно, интересно. Буду тоже смотреть. Единственное, что я не совсем поняла, какого хрена там написано, что аж четыре актрисы поменяли на роль вот этой Косем. Ну, понятно, окей, там, где она подросток, например. Ну, я просто смотрела по картинкам, не сериал, понятное дело. Там, где она подросток и стала девушкой, но потом из девушки она вообще в разных людей превращается, с разным лицом. Ну, то есть это, я не знаю зачем, но они якобы хотели такой фишкой показать, значит, как она менялась как человек. Потому что это такой переход, такая вот фишка классная. Но мне кажется, что это ужас. Я не знаю, как я буду смотреть четвертый сезон, где поменяется много актеров, в том числе самое главное, это Хюрем. Я не знаю, потому что мне кажется, она такая вообще крутая вот в своей роли. Просто даже не представляю кого-то на ее месте, потому что ее вот эта мимика, какие-то там, не знаю, вот эти улыбки, ухмылки, ну, это просто что-то с чем-то. Поэтому не представляю другую, конечно, актрису на ее месте, но посмотрим. В любом случае у меня стоит цель смотреть до конца, поэтому буду смотреть до конца. Так что, ребята, я с вами на этом прощаюсь. Я устала, ну, вы знаете, все, не буду больше сидеть. Устала, пойду отдыхать. Всю работу на сегодня выполнила, осталось только демонтировать этот влог. Хотя могу это даже завтра сделать. Буду сегодня спать просто как младенец. Ну, нет, как младенец это тупо. Знаете, каждый раз так, когда я слышала, что кто-то говорит, мне казалось, что значит очень крепко. Но потом с возрастом я поняла, что это какая-то чушь, и кто-то сказал, что это наоборот. Типа, как младенец, это значит хреново ты спишь, потому что они просыпаются ночью. Ну, короче, в общем. Всех люблю, целую, обнимаю, будьте счастливы, здоровы, и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok